Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Доброе утро. В Черкесии сегодня без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 23-25 выше нуля. В Ставрополе прошли соревнования по конкуру на Кубок Ставропольской городской думы. Карачаево-Черкесию на этих соревнованиях представляли спортсмены Республиканской конно-спортивной школы. Они стали призерами и победителями этого турнира. И сегодня гости нашей программы тренер школы Дахир Баев, занявший в Ставрополе первое место. И спортсмен конно-спортивной школы, тоже обладатель первого места Эльдар Хубиев. С ними встретилась Белла Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Дахир. Доброе утро, Эльдар. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Я знаю, что в минувшие выходные в городе Ставрополе прошли соревнования по конкуру. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали подробности. Я знаю, что вы представляли нашу республику и представили вполне достойно. У вас там призовые места. Дахир, наверное, начнем с вас. Какие места, какие маршруты, как все преодолели? Ну, маршруты были сложные, потому что в последнее время нечасто были соревнования. Вот. Ну, я выступал в более высшем маршруте. Вот. Я занял первое место. Эльдар выступал чуть ниже в маршруте. Это, получается, категория юноша. Эльдар тоже выиграл второй день. И у нас, по-первых, стартующим Боровикова Виктория выступала. Она тоже выиграла. Ну, хотелось бы узнать, какие регионы были представлены? Насколько серьезные это были соревнования? На кубок Ставропольской городской думы, да? Ну, как вы знаете, сейчас пандемия была. И сейчас очень мало соревнований проходит. Из-за этого была вся Россия. Все жаждали выступить где-то. И вся Россия выступала. Эльдар, как для тебя эти соревнования прошли? Ты вообще ожидал, что у тебя будет первое место? Для меня эти соревнования прошли очень хорошо. Я не ожидал, что займу какого-нибудь места. Но мой конь меня не подвел. И мы с ним заняли первое место. А как давно у тебя этот конь? Уже второй год. Как его зовут? Юпитер. Скажи, пожалуйста, а как ты вот волнение свое преодолеваешь перед соревнованиями? Я стараюсь не думать о соревнованиях. И так перебиваю волнение. Дахер, вы тренер. Да. Конно-спортивной школы. Все знают это. Мы знаем, что это очень тяжелый год. Из-за пандемии проходят ли хоть какие-то тренировки? Не говорю о соревнованиях. Ведь лошадь тоже должна все время быть в тренировках. Ну да. Проходится. Как получилось. Когда уже открыли карантин, мы быстренько начали тренироваться. Быстро-быстро. Быстро. Мы знали, что соревнования нам заранее кинули на положение. О соревнованиях. И мы начали тренироваться побыстрее. Ну было очень тяжело, конечно, подготовиться. Потому что лошадь. Как-то мы-то быстрее в форму приходим. А лошадь чуть потяжелее. Но мы постарались. И у нас получилось. И мы очень рады этому. Пока в ближайшее время? Ничего даже не знаем. Все не знают. Все молчат. Но будем надеяться. Да. Будем надеяться на лучшее. Поздравляю вас с победой. Спасибо. С такой хорошей победой. Внушительной победой. И новых успехов. Спасибо, что были гостями нашей программы. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программу «Черкейская редакция» в 14.30. Вести с Ашемезом Пхешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк. Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Чавыча, семга, красная икра на рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 23 по 27 сентября в доме предпринимателя в город Черкесск. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 27 сентября. Центр развития предпринимательства. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантированно в подарок. Всем будущим невестам нужно срочно сюда. Ой, да с такими условиями я сама побежала. Продолжение следует...